всем большой привет ребятушки с вами мэри games и у нас тут большие панды сегодня будут да я тут решила поэкспериментировать сейчас я наверное сразу как только начну строить опять же сделает это все на быстром режиме так же как и с предыдущими роликами напишите пожалуйста в комментариях как вам комфортнее смотреть само строительство вольера чтобы я говорила в это время с вами попутно тихонечко строя либо чтобы вот как бы ну на быстрой прокрутки это все было и я допустим могу либо под музычку это все ставить либо сама озвучивать как в предыдущем ролике так что давайте начнем очень буду ждать ваших комментариев приятного просмотра а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 принести их нам, да, ждём наших панд. Тут я объясню немножко, что я уже успела сделать, да, это, как вы могли понять, укрытия такие импровизированные, мне кажется, как-то что-то такое... Вот здесь вот мне не очень нравится, как крыша получилась, но я ещё над этим подумаю, потом на свежую голову, сделаем небольшой водоёмчик, чтобы было где пить. Я вот думаю, я, наверное, здесь сейчас вместе с вами уже обустрою для них именно среду обитания, да, для них комфортную. Так, они считают, что им не хватает пространства. Вы не можете перейти или что? Вот видите, уже какие-то проблемки, да? Ага, они не могут перейти по этому мостику, вы прикиньте. Так, а мне интересно, а сможет ли переходить этот смотритель? В чём, собственно, проблема? Я немножко не понимаю. Может быть, нужно сделать вот так? Так. Он всё равно не пересчитывает. Ладно, давайте мы, знаете, как с четырем, немножко с четырем, перекинем их просто вот таким вот образом сейчас. А потом я посмотрю, как смотритель сможет ли проходить, и если нет, я поменяю на другой мост. Во, места теперь им хватает, спуститься они могут, даже могут залезть на вот эту вот конструкцию, прикиньте. Офигеть. Так, эо, это нам, видимо, принесли самца, да? Иди сюда, мой хороший. Сейчас мы тут всё проверим. Всё, пройти они могут везде, это меня очень радует. Вот они, мои пандочки. Насколько самцы крупнее, офигеть просто. Так, значит, смотрим, всё, 1200 им на троих нужно, у них в распоряжении 1740. Ну, нормально, я считаю, вполне так. Они очень хорошо относятся к низкой траве, поэтому я думаю, мы ей подзакрасим тут как раз-таки всё, да? По большей части. Мне очень нравится такая зеленушечка. Так что давайте. Подзакрасим зеленушкой. Как они кричат? Это вообще... Они дерутся или они играют? Я понять не могу. Что за прикол? Так, внутри взрослые особи, им нормально. Это самка. А почему они дерутся? Excuse me. Если кто-нибудь знает, напишите мне, пожалуйста. Я не поняла, почему они дерутся. Ну, типа, социальные условия их устраивают. Давайте вызовем ветеринара, заодно посмотрим, как он сможет проходить. Я бы поняла, если бы самки между собой бы дрались. Что за прикол такой? Алло. Это самка. И это самка. И это самец. Вообще не поняла. Ладно. Пока мы ждем ветеринара. Давайте обогащение среды. Да, им нужно... О, уже люди пошли их смотреть. И ветеринар сейчас, видимо, не придет пока что, пока я все не сделаю. Ладно. Так, лиственный лес. Мне очень не нравится, как выглядят вот тут вот эти вот края. Поэтому я думаю, мы здесь сейчас еще камнями чуть-чуть закидаем. Вот эти вот местечки такие, в которых прям очень сильно видно. Да, какие-нибудь вот такие, где сильные такие переходы. Вот это вот место прям вообще очень сильно. Вот так. В принципе, я это могла бы сделать на перемотке. Кажется, у меня кошка решила что-то уронить там, судя по звуку. Кажется, кому-то не задобровать, когда я закончу. Потому что тогда, когда я записывала, знаете ли, ну, на ускоренном, она лежала тихонько с пола. А вот тогда, когда я решила поозвучивать, это животное решило мне пошуметь тут, понимаете ли. Такс. Камушек, иди сюда. Пожалуйста. Ну, в целом, вот этот край мне очень не нравится. Но здесь, может быть, я справлюсь с ландшафтом, конечно. Ну-ка, дай-ка мне сглаживание. Вот так. Теперь тут прям зеленуха зеленушная. Ну и ладно. Все, будет зеленуха. Ой. Так. И мне нужна Азия. Я думаю, что здесь прям с сакурами я, наверное, борщить не буду. Борщить. Да. Бенгальский бамбук можно нам сделать тут у них. Это шпандочки. Они едят бамбук. Так что поделаем им здесь бамбук. Он прям красивенький. Можно вот этот вот мостик так вот прикрыть бамбуком. Откуда-нибудь отсюда бамбука наставить. В принципе, мне, блин, нравятся вот эти вот березки. Прям вообще нравятся. Они такие симпатичные. Ничего, не скажешь, куда бы я тут пристроить только. Ну, блин, кстати, береза мог быть и вот здесь. Она, типа, вон там вот пробилась, выросла. Такая молодец. Так, горциния. Горциния. Можно мне вертикальную горцинию? Что-то как-то не... Не вариант. О, вяз. Ну, вяз, блин, это прям огромное. Видимо, придется, наверное, и здесь мне поставить сакуры, да? Ну, для цвета как-нибудь все-таки. Все-таки. Для красоты. Как-нибудь вот так. Можно маленьких поставить. Прям вообще малепусечных. Возможно, придется наставить много кустов. Чтобы добить как-то, блин, да ё-моё. Можно мне, пожалуйста, как-нибудь... Это вот так тогда, что ли. Чтобы добить количество тополь. Тополь, конечно, классно, но... Терн? Терн нет, не то. Вот это вот форгезия. Да, форгезия. Она выглядит почти как бамбук. Можно ей прям вот такие вот заросли тут поделать. Короче, вот вам лайфхак. Если вам не хватает растительности в вольере, и у вас примерно около азиатская тематика. Можно форгезий. Можно вот эти вот кусты такие тут поделать. Прям конкретные. Она такая симпатично выглядит. Вполне так. Чтобы у нас вот тут у бамбука прям голенько внизу не было. Вот здесь можно поставить. Блин, ну что-то все равно как-то... Им мало. Они хотят еще. Так. Можно сломанную сакуру им тут поставить. Она сильно вид не закрывает. Можно пенечков наставить. Прям потихоньку-потихоньку. прибавляется. Что ж такое? А можно папоротник вот этот? Да. Так. Мне не понравилось, как он там встал. Давайте тут папоротника насадим им. У входа вот так вот еще. Вот здесь вот высадим. Раз уж есть такая возможность, чтобы вот тут сильно не загромождать пространство папоротниками будем добивать. Можно еще что я хотела взять. Ух ты, куст ежик какой-то есть. Ух ты, какой прикольненький. Так. Куст калины. О, калина тоже она такая объемная. Блин. О, дайте мне тростник, пожалуйста. Я вот в водоеме сейчас тростником. Здесь еще. Блин, почти. У меня вечная проблема. Мне кажется, что слишком много растений. Ну, в смысле, их-то, может, и немного, но они прямо загораживают пандочек. Мне кажется, людям будет не видно. Хочется, с одной стороны, сделать, чтобы и животным было хорошо, а с другой стороны, чтобы людям было видно. Тут, кстати, можно вот эту вот штучку. О, вот это вот прикольно. Ну-ка, ну-ка, сделайся. Во. Во. Огонь, вообще. Блин, как круто. Блин. Ребят, кому нравится, пишите. Я, блин, всегда бы так делала. Как это классно смотрится. Огонь. Так, и вот здесь теперь. Ну, давай. Не-не-не, плохо прилепилось. Вот так. Приходится клацать по меньшей мере по два раза, потому что разные группы... Вообще отлично. Ой, как раз мы этим до зелененькой добили. Отлично. Все, зелененькая есть. Я считаю, что этого достаточно. Теперь... Можно мне, пожалуйста, панду? Так, по наполнению вольера нам нужно лакомство. Ух ты! Нет, это же не для них, я забыла. Выбираем большую панду. И для них, по сути, два лакомства только. Так, ну это маленькая штучка. Она определенно должна быть здесь. Ох, как. Да. Ну ладно. Значит, будет так. И хочется, чтобы была вот эта штука, но ее должно быть видно. Отсюда видно будет, в принципе. Я думаю, что будет видно. Вот здесь вот, если мы поставим. Главное, чтобы смотритель смог спуститься. Хотя я планировала поставить для них... Блин, а кстати, да, давайте мы, наверное, знаете, как сделаем. Если даже смотритель не сможет спуститься... А, и может, надо все равно убирать вольер. Можно просто поставить эту кормушку вот здесь. Обе кормушки пусть будут, да. А игрушки мы тогда раскидаем по вольеру, по самому. Так, что у нас тут? Почесушечный столб. Шина. О, хочу им шину кинуть. Пусть будет. Можно им вот этот вот мячик. Будут его таскать, где захотят. Расскажи мне еще что-нибудь. Нужно тебе? В принципе, им уже ничего не нужно. Но я хотела еще сделать вот эти вот колокольчики. Где-нибудь, опять же. Блин, чтобы людям видно было. Вот где-нибудь здесь, наверное. Конечно, не очень будет видно, наверное, за этим бамбуком, но... Так, вроде бы все. Отжимаю сейчас паузу. Ждем ветеринара. Я как раз посмотрю, сможет ли он пройти. Чтобы понять, делать мне что-то с мостом или нет. Так. Единственное, если будут их забирать ветеринары, а потом обратно приносить, придется мне их вручную перекидывать. Да, ветеринар может пройти. Все, отлично. Замечательно. Просто не знаю, правда, почему он на нее кинулся. Это вообще непонятно, потому что они живут группами до 10 особей. Ну, а так пока что... О, о, пошел. Пошел спускаться. Мальчик мой, ты исследуешь территорию? Ну, в общем, как-то так, ребята. Поселили мы с вами больших панд. И я сама развешиваю образовательные экраны, поставлю урны для донатов. А можно, пожалуйста, как-нибудь друг из друга выйти? Пишите свои комментарии, что вы думаете об этом в вольере. Лично мне нравится, как получилось. Ставьте лайки, если вам также понравилось это видео. Очень буду ждать ваших отзывов. Я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока. Продолжение следует...